Уважаемые братья, сегодняшний уаад, вот эту лекцию и проповедь, иншаллах, хотели, подготовили, что-то сразу перевели с арабского языка, чтобы сэкономить время, что-то зачитаем на арабском языке, касательно о Куране, то есть как мы должны заботиться о книге Всевышнего Аллаха. В наше время многие мусульмане оставляют Куран, они не придают значения, или придают значение только чтению Курана, но не придают основное значение, это не задумываются о Куране. Поэтому тем самым человек, если только он читает Куран и не думает, не размышляет над Кураном, тем самым он не соблюдает то, что Аллах Субханата Аля повелевал, и то, что Аллах Субханата Аля заложил в этом Куране. То есть иногда бывает человек торопится, побыстрее у него есть, например, какая-то задача, чтобы сегодня столько прочитать Курана, столько страниц, столько строк, но тем самым он не понимает, что там написано. Хотя это Куран, это и есть обращение Всевышнего Аллаха Субханата Аля нам, мусульманам. И Аллах Субханата Аля Куран не спасла для того, чтобы мы размышляли, для того, чтобы это была конституция нашей жизни. Или иногда бывает Куран, люди читают просто на каких-то мероприятиях. На маулиде, там, когда человек умрет, читает, не понимает, что читает. И, может быть, он живет наперекосяк Курану. То есть Аллах Субханата Аля говорит, он читает эти аяты, а сам не исполняет повеления Всевышнего Аллаха Субханата Аля, тем самым он ослушивается Всевышнего Аллаха Субханата Аля. Аллах Субханата Аля в Куране говорит, «Афа ла я тадаббаруна л Куран, ам а ла кулубин а кафалуха». Неужто люди не размышляют над Кураном? Или на их сердцах замки? Говорит Всевышний Аллах Субханата Аля. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, какой делал дуа? «Аллахума джаальна мимман юкиму хуруфаху ва худудах, уэла таджальна мимман юкиму хуруфаху ва юдайьева худудах». О, Аллах, сделай нас из тех, которые читают буквы Курана и соблюдают повелениям Курана, те, которые ставят для себя границы запретного из Курана. Но не делай нас из тех, которые читают Куран красиво, нараспев, но тем самым переходят запреты, которые Аллах поставил в Куран, и границы, которые не следуют Курану. Не делай нас из таких. Аль-Хасан-Аль-Басри ибн Али, рада Аллаху аниму, сказал, те, которые жили до вас, умам сабика, считали Куран посланием от Аллаха, субханава та'аля, рисаля. И они внимательно читали эти послания по ночам. А днем поступали согласно им. Ночью читали тахаджуд через эти аяты. А днем жили этими аятами, связывая с ними свои помыслы и сердца. А те, которые пришли после них, то есть после сахабов, после таби'инов, как сапорок, салаллаху алейху ассалям, хайру, куруни, карни, тумма ладзина, ялюнахум, тумма ладзина, ялюнахум. Наилучший из веков – это мой век. Сахабы, ридуан Аллаху алейхим. Потом те, которые пришли за ними, таби'ин. Потом те, которые пришли за ними, таби, таби'ин. Те, которые жили до вас, считали Куран посланием, а те, кто пришли после них, считали чтение Курана достоинством и почетом. То есть таби'ин. Когда читали Куран, они тем самым знали, что Аллах почитает их. Даже сейчас кто-то из нас умеет читать Куран, он должен понимать, что это почет от Всевышнего Аллаха. То есть Аллах тебе дал возможность читать Куран, и это почет, который тебе даровал Всевышний Аллах. И также говорит, что ангелам Аллах не даровал такого почета, как людям. Потому что Куран не спасал Аллах людям, чтобы они жили по Нему. А ангелы? Они никогда не ослушиваются Всевышнего Аллаха и делают то, что им повелел Всевышний Аллах. Аллах в Куране говорит, Вы являетесь лучшим из общин. Представьте, Аллах к нам обращается, мусульманам, Всевышний Аллах, Аллах к нам обращается и говорит, Вы являетесь лучшим из общин, появившихся на благо человечества. То есть со времен Адама, до суда у меня лучший из общин умы Мухаммады, вы побуждаете к одобряемому и удерживаете от порицаемого и верите в Аллаху. Вы знаете то, что до умы пророка Мухаммада, до посланника Аллаха, тем, на ком был возложен призыв, это пророки и посланники. А на уме пророка Мухаммада, это и последователи, и всем мусульманам. Посланник Аллаха сказал, Донесите от меня хотя бы одно знамение, один аят. Дальше Аллах говорит, если бы люди в Писании уверовали, это было бы лучше для них, среди них есть верующие, но большинство из них являются нечестивцами. Также Аллах в Коране говорит, Поистине те, которые читают Писание Аллаха, читают Кур'ан, совершают молитвы и расходуют из того, чем мы наделили их, читают намаз, выплачивают закат, тайно и открыто надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Поистине Он прощающий, благодарный. Также Аллах сказал, Поистине те, которые читают Писание Аллаха, совершают молитву и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто надеются на сделку с Аллахом, которая не окажется безуспешной, сказал Всевышний Аллах. Когда эти аяты не спослал Аллах, Аллах, пророк Мухаммад, потом Мутариф бин Абдуллах, читая этот аят, он говорил, что этот аят, аят уль-Курра, этот аят, аят часов Кур'ана. То есть каждый чтец Кур'ана должен читать намаз, должен выплачивать закат, и он надеется на сделку со Всевышним Аллахом, знает, что Аллах его вознаградит за это в Судный день, иншаллах. Также рассказывается, что один раз в одно время из фақифа Египта, фуқаха, к одному из фақифа пришел Имам Шафия, рахмаху Аллах. И в это время он сидел в мечети, а перед ним лежал Кур'ан. Увидев его, Имам Шафия сказал, «Аль-фикху аба'адакум а'нил-Кур'ан» «Фикх отдалил вас от Кур'ана». То есть фикх – это мусульманское право отдалило вас от Кур'ана, вы начали заниматься только фикхом, оставили Кур'ан. «Поистине я совершаю вечернюю молитву», сказал Имам Шафия, «после чего колоду Кур'ан перед собой и не закрываю его до рассвета». Ценность чтения Кур'ана, братья, в размышлении над ним, в влиянии, которое оно оказывает на человека, поистине Кур'ан не спослан для того, чтобы мы над ним размышляли. Аллах, Субхану Тааля, сказал в Кур'ане, «Китабун анзаллаху илейка мубараку льяддаббару аятих, валиятадзаккара улюль-альбаба». Это было словенное писание, это книга, слова Всевышнего Аллаха, Субхану Тааля, которые мы не спослали тебе, о Мухаммад, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающий разумом вспомнили, говорит Всевышний, Субхану Тааля. Аль-Бика'и, рахмаму Аллах, сказал, комментируя этот аят, пусть они смотрят, пусть люди, которые читают Кур'ан, пусть они смотрят на последствия каждого аята и смотрят, на что он указывает, и на глубокий смысл, в нем заключенный. Этот смысл человек понимает лишь после внимательного изучения аята и длительного размышления над ними. А человек, ограничивающий заучиванием букв, из которых он состоит, подобен тому, у кого есть дойная верблюдица, дающая много молока, но он ничего не делает для того, чтобы получить от этого молока. То есть он не дает ее. И также похож на того, у которого есть кобыла, однако он ничего не делает для того, чтобы получить от нее жеребят. Такой человек может в любую минуту нарушить установленные им границы и оказаться в явном убытке. Имам Куртуби сказал, комментируя вот эти все аяты, «эти все аяты, все вот эти высказания, они указывают на то, что есть необходимость и важность размышления над этими аятами Курана». Человек почему мало размышляет над Кураном? По двум причинам. Во-первых, мы не осознаем важности этого размышления. Читаем мы Куран на каких-то мероприятиях и так далее, не осознаем важности. А во-вторых, очень часто мы ставим себе цель прочитать как можно больше, но это все не читаем, не понимаем, что там написано. Поэтому ученые говорят, это является одним из признаков лицемерия, когда человек не хочет задуматься над Кураном. Потому что Куран, как говорили ученые, это обращение Всевышнего Аллаха к нам. Поэтому салифы и салих говорили, «Изэ аратта антухатиба Аллах, фаалейка биссаля». Если ты хочешь обратиться к Аллаху, то начни читать намаз. Когда мы читаем намаз, обращаемся ко Всевышнему Аллаху. «Ва изэ аратта антухатиба Аллах, факраль Куран». А если хочешь, чтобы Аллах, к себе обратился, твой творец, твой создатель, то тогда читай Куран и размышляй над ним, и ты увидишь в нем обращение Всевышнего Аллаха к себе. Также Ибн-Уль-Кайм говорит, что область воздействия Курана – это сердце. То есть, Аллах в Куране говорит, «Бельгуа аятум байгинат фи судури ладина утуль-ин». Поясни, это разъясняющие аяты, знамения в сердцах, именно сказал Аллах, в сердцах обладателей знаний. То есть, когда читает человеку Куран, он выходит у него из сердца, а губы только шевелятся. И размышляет он сердцем над этим Кураном. И сколько мы выделяем в день для чтения Курана? Часто мы бываем там, занимаемся разными делами, семьей, работой и так далее. И каждый из нас должен подумать, сколько мы этой жизни проходящей. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям, сказал, «Кун фиддунья, каабир и сабиль». То есть, что будь в этой жизни как путник, это проходящее. И вот это вот основное, ради чего нас, Аллаху субхану ата'ля, в Куране говорит, ради чего он нас создал, мы иногда забываем. «Я сотворил джиннов, людей для того, чтобы они мне поклонялись». А что правильно поклоняться Аллаху субхану ата'ля? Что же хочет от нас Всевышний Аллах субхану ата'ля, мы можем понять только тогда, когда прочитаем его обращение и поймем, что Аллах субхану ата'ля хочет от нас, и что Он нам повелевал, и что Он нам запретил. Есть переводы, есть тавсирын сегодня, альхамдуллах. То есть, поэтому, если, например, скажем, вырт поставили себе в день прочитать страничку из Курана, кто-то поставил себе вырт прочитать 10 страниц из Курана. Поэтому лучше, иншаллах, взять среднюю что-то, 3-4 страницы, но с переводом, рядом поставить перевод, тавсир, и читать, иншаллах, бедный Аллах субхану ата'ля. Книга Аллаха субхану ата'ля это путь к богобоязненности и любви Всевышнего Аллаха субхану ата'ля. И она ведет к тому, что наиболее правильно, как говорит Аллах субхану ата'ля в Куране. Али, рада Аллаху альху, сказал о Куране. Это советчик, который не обманывает, проводник, с которым не заблудишься, рассказчик, который не лжет. Любой из тех, кто проведет время в обществе этого Курана, непременно встанет с увеличением и уменьшением. его приверженность к прямому пути увеличится, истеклама его увеличится, а его слепота уменьшится. И знаете, что он заступник и обладатель заступничества в судный день. Говорящий и подтверждающий. Куран будет говорить заступаться в судный день за того, кто читал его. За кого заступится Куран в судный день, тот не останется без заступничества, ибо поистине в судный день воззовет глашатый мунари. Поистине, каждый пахарь сталкивается с трудностями, и его постигает испытание, кроме пахарей Курана. Так будьте же пахарями Курана, его последователями, ищите в нем путь к вашему Господу, к Аллаху Субханаму Ва Та'Аля. Ищите у него совета, когда хочется какой-то совет получить, ищите в Куране хороший совет. Как вам справиться с собственной душой? Ищите любое из ваших мнений сомнительным, и считайте любое из ваших мнений сомнительным до тех пор, пока его не подтвердит Куран. И пусть это поможет нам справляться с собственными нашими страстями. Также, на сегодняшний день есть мадарис. Наши дети мы должны их с детства обучать Курану. Если нам, может быть, нашим отцам это не удалось с детства обучиться Курану, сейчас есть школы, у нас при мечети есть мадарис там с пятилетнего возраста принимает, обучается Куран, арабский язык. При каждой мечети сейчас почти это есть, аль-хаммдан, институты. И вот с детства, чтобы ребенок он понимал и так далее, иншаллах. Так как пророк Мухаммад саллаху алейхи ва салям сказал, хайруكم ман та'аллама л'кур'ана ва аллама. Наилучший из вас является тот, кто научился Курану и обучал других Курану. Это наилучший из людей, сказал посланник Аллаху саллаху алейхи ва салям. Также посланник Аллаху саллаху алейхи ва салям сказал, поистине у Аллаха есть приверженцы из числа людей. Люди спросили, кто же они? О, посланник Аллаха саллаху алейхи ва салям. Кто это приближенные люди к Аллаху? Кто же они? Он сказал, саллаху алейхи ва салям, приверженцы Курана являются приверженцами Аллаха субханам а та'аля и его приближенными. То есть, тот, кто живет с Кураном, тот, кто читает Куран, тот, кто старается жить по Курану, не переступает границы Курана, это приближенный человек к Всевышнему Аллаху субханам а та'аля. Зато Куран нанесет знамя Ислама, раят уль-Ислам. Как сказал Кады Айят, рахмаху Аллах, хамилюль Куран, хамилюль раят уль-Ислам. Носитель Курана, носитель знамени Ислама. Он должен, он не должен пустословить и лгать вместе с людьми, повторять их ошибки и передаваться бесполезными развлечениями вместе с ними. Поэтому он должен, как бы, вот эти вот, то, что он учит, то, что он читает, он должен жить по этому. Поэтому он не должен, когда люди лгут, он тоже лгать. Бывает такое, вот, зачем ты его обманываешь? Он меня обманул, я его обманул, и я этим же ответил. Нет, он должен отличаться. Что мы делаем из благого, в судный день, аль-хамду-Лля, получим. То, что мы делаем из греховного, это мы тоже увидим. Да, Аллах, чтобы нас Аллах, субхану-Лля, простил. Поэтому, когда мы делаем что-то хорошее, мы для себя делаем. И любое плохое, злодеяние, это тоже вернется. И это милость, Кур'ан, и милосердие, которое Аллах, субхану-Лля, нам дал. Мы часто, братья, недооценим это. Это милость, это подарок Всевышнего Аллаха, субхану-Лля, самый дорогой подарок. Не сравнится с ним ничего. То, что нас делал Аллах, субхану-Лля, до этого аяты читали, кунтум, хайра умна. Всевышний Творец, Создатель всего, и вся говорит, вы самый лучший из общин. Община Кур'ана, община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах дал нам самый лучший подарок, который никто его не сможет исказить до судного дня. И не изменит. Поэтому он будет сохранен. И это милость и милосердие. За каждую буковку, прочтенную из Кур'ана, человек берет 10 наград. Саллаллаху алейхи вассалям, ва ла акулу алиф лам мим харф, баль алифун харф, ва лам харф, ва мим харф. Саллаллаху алейхи вассалям сказал, я не говорю алиф лам мим, это одна буква алиф, одна буква лам, вторая мим, третья. Алиф лам мим, прочитал с искренним ниятом, с ихлазом. Ради удовольствия Аллаху, субхану-Лля, получил 30 наград от Аллаху, субхану-Лля. И Аллах, субхану-Лля говорит в Куране. Скажи, это милость и милосердие Аллаха, субхану-Лля. Пусть они возрадуются этому, Курану. Радуйтесь Курану, ибо оно лучше того, что они собирают. Мим ма яджма-Лля. Лучше всего, лучше серебра, золота, бриллиантов, нефти, богатства, долларов, евро. Самое лучшее, что может человек взять, это Куран, самое дорогое богатство, которое Аллах, субхану-Лля, дам. Лучше всего, чем что человек собирает. И чтец Курана, он не только, иншаллах, ради Аллаха, если он это делает, если читает, и старается жить по Курану, и не противоречит Курану, не только для себя пользу несет, и для окружающих, для близких, для детей, для родителей. Прекрасный хадис, пророку Мухаммаду, саляллаху алейхи вассалям, от Ибн Аббаса, приводится. إن القرآن, وأсхарту, саляллах, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я твой товарищ, Кур'ан, который ты читал по ночам Я вызывал у тебя жажду в полуденный зной И лишал тебя сна по ночам Я твой товарищ, Кур'ан, который лишал тебя сна по ночам И поистине положение каждого торговца таково, какой была его торговля И поистине сегодня я заменю тебе всякую торговлю И ему будет дарована власть в правую руку А вечность, хульд, вечность, рай, райская обитель вечная влевую На голову его возложит венец величия А его родители будут облачены в одеяния Родители часа Кур'ана будут облачены в одеяния подобных, которым нет в этом мире Нету в этом мире Они спросят Родители этого часа спросят За что нас облачили в это? За что нас наделены в это? И скажут За то, что ваш сын обучался Кур'ану За то, что ваш сын обучился Кур'ану А потом ему скажут Читай и возвышайся в степенях рая и его покоях С каждым аятом поднимайся все выше на степень Да, Роджа? И он будет возвышаться до тех пор Пока будет продолжать читать Как обычным голосом Так и нараспев Ра-Ллаху ибин аль-Ма-Аджа Также мы, братья мои Должным образом уважать мусульманина Трех видов людей Сказал посланник Аллаху салаллаху алейхи вассалям Мусульманина, дожившего, досидин То есть наших аксакалов, стариков Справедливого правителя и носителя Кур'ана И это все относится к возвеличению Аллаху субханава тааля И последованию сунни пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям К возвеличению Аллаха Субханава тааля Относится почтительное отношение К мусульманину, дожившего, досидин Поэтому у каждого мусульманина У молодых мусульман К нашим старикам, к нашим дядям Аксакалам должно быть уважение Поэтому иногда неприятно становится Когда видишь молодых людей Не здороваются, мимо проходят Вот так вот здороваются Через этот не слушают и так далее Мы должны уважать Это возвеличение относится к возвеличению Аллаха субханава тааля Если мы должны возвеличиваться Аллаха И повиноваться Его Должны следовать сунни пророка Салаллаху алейхи вассалям То есть отношение к мусульманину, дожившему, досидин Это первый Второй Знающему Кур'ан и не допускающему Ни излишеств, ни нерадивости в своем отношении к нему А также почтительное отношение к справедливому Правителю Рабаху Абу Дауд У рабы Аллаха субханава тааля Человек, который много читал Кур'ан Размышлял над его аятами И заучивал их наизусть Не потерял время даром Не потерял время даром Поэтому Он, альхамдулиллах И в этой жизни Обретет всего Лико будет сиять нур, свет И в судный день, айчаллах Встретится со своим товарищем, другом Который он читал его И который будет заступничество Проявляя заступничество за него Поэтому просим Аллаха субханава тааля Чтобы он нас делал из ахлил Кур'ан Из людей, которые живут с Кур'аном Это те люди, которые Приближенные к Аллаху субханава тааля Приближенные люди Ко Всевышнему Аллаху субханава тааля Бывает такое, когда мы Нам тяжело на душе Человек, астахфорулах, слушается Аллаха Аллах дает испытания Он ослушивается, делает грехи и так далее В это время, наоборот, должны приближаться К Аллаху субханава тааля Читать его аяты Понять, что Аллах субханава тааля требует от нас Потому что когда человек вспоминает Всевышнего Аллаха Читает его аяты Сердце его успокаивается Я прошу Всевышнего Аллаха субханава тааля Сколько он нам предопределил в этой жизни жить И Аллах знает, когда мы уйдем из этой жизни Чтобы Аллах субханава тааля Как нас собрал вместе здесь, иншаллах И также в Судный день, иншаллах Собрал нас, иншаллах Вместе в Джаннатуль Фирдаус И чтобы Кур'ан, который мы читаем Не просто читаем А жили по нему И не просто читали его на мероприятиях А старались жить по нему, по Кур'ану И чтобы он был заступником за нас, иншаллах В Судный день Чтобы нашим родителям Аллах субханава тааля На них надел красивые одежды Такую одежду, которой нету в этом мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok